Дорогие друзья, здравствуйте! И мы начинаем радиоблог с Игорем Цесарским. Здравствуйте, Игорь! Добрый день, Володя! Добрый день, уважаемые радиослушатели! Итак, очередной наш выпуск. Поначалу я хочу напомнить вам о проекте «Континент Мидия», который называется «ТВ-клуб «Континент». Вы можете найти это на ютубе, и там вы можете послушать много наших записей, уже много, и в том числе с людьми, которые встречаются со мной уже в другой программе. На народной волне, а именно на радиоблоге. Сегодня как раз такой собеседник. Я не только хочу представить его, но и всячески рекомендую вам заглядывать на его личный блог, на его личный подкаст в том же ютубе, потому что там вы найдете много-много чего интересного, и не просто найдете, послушаете, увидите. Итак, сегодня Константин Боровой. Это политик, это бизнесмен, бывший депутат Государственной Думы России. Вот ныне свободный человек от депутатства, и я рад его приветствовать. Более того, приветствовать на земле американской в Лос-Анджелесе. Добрый день, Константин! Здравствуйте, Игорь. Всячески презираемый, оболганный, со всеми эпитетами. Было как-то повеселее, и люди были разные, мнения были какие-то различные, столкновения и так далее. И вот в связи с этим мой первый вопрос был момент, когда я увидел в интернете то, что Константин Боровой собирается на выборы, на выборы московскую Мосгордуму, да? И что получилось потом? Можете как-то прокомментировать? Восьмого сентября будут выборы в Москве. Потом возникла ситуация, когда мне надо было срочно покинуть Москву. Я схватил свои, не знаю, сто долларов, купил билеты и вылетел в Соединенные Штаты. Там очень сложная сейчас ситуация. Власть нервничает по поводу поднимающейся протестной волны. Очень нервничает. И это видно, кстати, по тем же выборам. Делать все возможное для того, чтобы не дать кандидатам в депутаты собрать подписи. Тем не менее, им это удалось. И сейчас вопрос в том, каким образом власть московская будет препятствовать свободному голосованию. Потому что общество настроено очень оппозиционно к власти. И многие кандидаты в депутаты Мосгордумы могут пройти от оппозиции. Там всего 45 депутатов. И это бесплатная работа. Ну, для большинства. Там 14 всего депутатов оплачиваются. Тоже, в общем, не ахти какие деньги. Посмотрим. Сейчас началась агитационная кампания. Сейчас подписи принимают. Вот сейчас, в данный момент, и будет ясно, через неделю, скольких депутатов, кандидатов в депутаты зарегистрируют на выборы. Я думаю, что они постараются отсеять максимальное число. Там смешная получилась ситуация. Понимаете, раньше ведь просто было. Прошлые выборы в Мосгордуму. Они заявляли открыто, что они от партии правящей. Я уже забыл, как она называется. Партия жуликов и воров. Единая Россия. И свободно проходили чиновники, голосовали. Сбором подписи никакого не нужно было. А сейчас они боятся от Единой России идти, потому что так себя дискредитировала партия, что заявлять, что ты от Единой России, это значит, что никто за тебя голосовать не будет. Поэтому они пошли как независимые кандидаты. Им тоже надо было собирать подписи. И если их подписи примут, а подписи независимых действительно кандидатов, представителей оппозиции не примут, то возникнет конфуз, в котором не заинтересована, конечно, власть. В Москве и в России в целом. Ну, неужели они этих конфузов боятся-то? Да, боятся. Меняется ситуация. Понимаете, она приближается к той точке, которая была в 2011 году. Может быть, как вы помните, протесты тогда 100 тысяч, 200 тысяч выходило на улицу. Вот протесты приняли такой, я бы сказал, новый, отчаянный характер. Потому что, если раньше это была протестная, так сказать, масса, люди среднего класса, предприниматели, менеджеры, то теперь ситуация усложнилась уже просто, ну, для самых простых людей. И цены огромные, и пенсии не хватает, и уровень бедности. В результате там каких-то манипуляций, изменения минимальной корзины, изменения определения уровня бедности, власти удалось официальную статистику чуть-чуть изменить, сделать такой оптимистичной. Вот. То есть не половина граждан России живут за чертой бедности, а там 27%. Средняя температура в больнице, мы знаем такие. Да, да, да. Но ситуация сложная, поэтому они отчаянно ищут пути решения вот этих проблем. Как построить взаимоотношения с власти, с обществом, с гражданами. Можно пугать, можно подкупать, можно, значит, какие-то с помощью пропагандистской кампании действовать. Но пропагандистская кампания, я вот этим все-таки профессионально занимаюсь, исследую ее, она, как в советские времена, последние годы советской власти, она выполняет противоположную цель той, которая, так сказать, заявлена. Она не агитирует, не мобилизует людей, а вызывает раздражение. Вы, наверное, помните там передачи о том, какое количество яиц, молока, литров и килограммов мяса на душу населения за последний год увеличилось. И по сочинению с 13-м годом все это. Да, да, да. На 7-5 процентов, на 8 процентов. 8,3 процента. А в реалии-то полки были пустые. Сейчас ведь точно такая же ситуация. Полки не пустые по одной единственной причине, что цены свободны. Цены можно варьировать, но, знаете, это как в первые годы, так сказать, рыночной экономики. Ну, есть все. То есть предприниматели, кооператоры привезли все возможное, но пенсии тогда были. Ну, 120 рублей, в долларовом измерении, ну, 20 рублей, то есть 20 долларов, 15 долларов. Вот. Поэтому ситуация такая же, сложная для власти. А вы сказали, вот вы вспомнили 11-й год, и после Болотной некоторые политологи, особенно, которые любят делать прогнозы, вы поймете, наверное, о ком я, наверняка. Вот. Начали говорить, что в 13-м году, в 14-м этот режим падет, как просто его смоет народным вот протестом и так далее. Уже 18-й год. Власти поговаривают, что не то, что до 24-го, это как само собой разумеющееся, но что там уже они думают, что будет после 24-го, как он удержит власть. Вот что вы на этот счет скажете? Ну, вы знаете, мы имеем дело с высокопрофессиональной группой, которая находится у власти, чекистов. Я хочу, если вы не знаете, рассказать или напомнить, если знаете, то во всех школах КГБ, на самом деле во всех вузах, у студентов была специальность военная. Вот основная специальность для сотрудников КГБ, в школах КГБ, это ведение пропагандистских компаний, ведение дезинформационных компаний, там разведывательная и дезорганизующая деятельность в стане противника. Вот власть воспринимала оппозицию как противника. Я хочу вам напомнить, что был такой Эдич Калимонов, который начал как раз вот этот рост протестов, и он начал свою кампанию, которая называлась «Стратегия-31». Это мы сегодня знаем, что это была кремлевская кампания, кремлевская задумка, но тогда это выглядело ну как политик, ну хоть и левых взглядов там, но призывает 31 статью Конституции уважать. Напомню вам, что Людмила Алексеева в наряде «Снегурочки» на Новый год появилась на Триумфальной площади, пришла к Калимонову поддержать его. Немцов выступал. Когда мы говорили, что это обычный провокатор с Валерией Ильиничной, когда мы рассказывали, что у него в программе написано «Завершим реформы так» «Сталин берегулаг». Вот, что этому человеку нельзя верить, он обычный провокатор. Вот, нас очень ругали. Боря Немцов там говорил, что мы ничего не понимаем, что это настоящее протестное движение. То, что сейчас о Навальном говорят, вот тогда это первый раз было сказано, что народ идет за ним, особенно молодежь, у него какие-то инструменты воздействия на молодежь. На самом деле, просто деньги, которые ему давали для того, чтобы вести свою агитационную кампанию в интернете. Вот. И завершилось это, конечно, очень неприятно для всех тех, кто поддерживал Лимонова. Он поддержал Путина, ему разрешили провести митинг на Васильевском спуске. Он выступил в поддержку оккупации Крыма, Украины, делал заявления, ну, страшные заявления. Понимаете? Не было стыдно тем, кто его поддерживал. Ну, вот не было. Я со многими говорил, так сказать, демократами, говорил, ну, вот, не стыдно было, вот сейчас уже понятно, что он провокатор поддерживает. Да нет, вы не понимаете, он мобилизовывал, он, тем не менее, выполнил позитивную роль. Ну, вот абсолютно та же самая история с Навальем. Понимаете? Абсолютно. Это человек, который с помощью сливов ФСБ, сливов на, так сказать, часть вот этой властной элиты, это их внутренние разборки, он зарабатывает в себя популярность и использует эту популярность для, в общем, провокационной деятельности. И мы с Валерием Линшиной, ну, то же самое говорили, ну, националист, пришедший из русского марша, там, зиговавший, там, произносивший страшные эти лозунги РНЕ, русского единства, фашистов откровенно. Вот. Ну, нельзя ему верить. И все, вот сейчас просто один к одному повторяется то же самое, там, нет, он, если не Навальный, то кто же. Ну, профессиональная деятельность Кремля это провокации. Они очень любят националистов. Через националистов, если вы помните начало, там, 90-х, это, там, КГБ, которое создало ЛДПСС, ЛДПР, которое сейчас, которое создало общество память. На самом деле, общество память, это тоже, вот, стиль КГБ, ведь памятью называли то, что сегодня называется, вот, Орлов организовал, я забыл, как это общество называется, но вот оно называлось раньше память. И чтобы занять это место, они тут же придумали, там, вот, общество память фашисты, чтобы нагадить либеральному движению, там, придумали либерально-демократическую партию, именно, чтобы нагадить, значит, либералов. Жириновский, ну, раньше это просто была нацистская партия, он очень откровенно, очень грубо высказывался, сейчас он постарел, подобрел, стал, так сказать, вальяжным, иногда высказывает какие-то интересные мысли, что там говорить, но сросся с властью, вот, так что они профессионалы, они умеют, они развалили, конечно, оппозиционное движение радикально, я привожу пример всегда один, это 11-й год, 24-го декабря, там, я был последний раз на трибуне митинга, там, собирался выступать, и передо мной выступил Тор, националист, который просто призывал к погромам, там, какие-то антисемитские высказывания, перед трибуной националисты держали огромный плакат, на котором было написано «Жиды вон из русского правительства», значит, потом выступали коммунисты, вот тот же самый Сергей Удальцов, который говорит, что будет расстреливать за частную собственность, вот он призывал бороться с частными предпринимателями, с частной собственностью, с рыночной экономикой, бороться с теми, кто перед ним стоял на площади, ну, это же так просто, мы криком кричали, говорили, ребята, значит, протестное движение просто рассыпется при таком сотрудничестве с такими провокаторами, нет, нельзя, я просто попросил Володю Рыжкову, говорю, дай я хоть отвечу на эти там ужасные слова, как представитель демократической части, так сказать, оппозиции, он мне сказал, нет, не надо, ссориться не надо, ну, вот, развалили, развалили оппозицию, этот самый центр, который был создан, Координационный совет оппозиции, куда коптировали националистов, одно из его последних заявлений, это против мигрантов из Центральной Азии, откровенно против националистической, под давлением националистов принятое, и тут же начались погромы, которые проводили те же самые там, Тор, Бандарик, члены Координационного совета оппозиции, то осмысленно разваливали оппозиционные движения, ну, и развалили, конечно. Понятно, ну, насколько я вообще слежу, вам на орехи достается от сторонников Навального, потому что считается вплоть до таких, до такой чуши, что вы завидуете и так далее, говорится, поэтому вы сугубо против него настроены, ну, то есть, вы вроде как объяснили сейчас почему, но тем не менее. Я не настроен против него, я несколько раз предлагал Навальному, Волкову войти во взаимодействие с другими политическими партиями, но не нравится им я, не нравлюсь, но есть Касьянов, есть Гудков, но они не идут на сотрудничество, они автономны, они добиваются подчинения оппозиционного движения, им другой вариант не подходит просто. Понятно, что если Навальный сделает заявление, что представляет демократическое движение, у него цели демократические, вот, влияние его будет уже, конечно, не таким, его просто Кремль перестанет поддерживать. Да, закончатся деньги и там неизвестно, что тогда будет. Деньги, деньги, это все же выяснено и опубликовано, и интервью давали бывшие соратники. Вся эта информация, фонда борьбы с коррупцией, это то, что сливалось из ФСБ напрямую. Они просто финальный монтаж делали. Значит, ну, поверьте, собрать деньги на любое протестное движение в России невозможно. Тут же найдут источники, заблокируют, там, предпринимателей посадят. А здесь открыто собираются деньги, люди ходят по предпринимателям. Мне об этом многие рассказывали и говорили, не бойтесь платить Навального. Кремль не возражает. Не возражает. Ну, хорошо. Основные деньги, основные деньги, как выяснилось, это деньги Чемезова. То есть, и... Ну, понятно. Хорошо, на таком животрепещущем мы закончим свою первую половину эфира. Если вы не возражаете, несколько минут послушаем важное объявление, а потом, пожалуйста, принимайте участие. Это я уже обращаюсь к нашим радиослушателям. Если у вас есть к Константину Боровому какие-то вопросы, то я думаю, с удовольствием мы ответим на них. Ну, что ж, дорогие друзья, мы продолжаем программу Радиоблог с Игорем Цесарским. Игорь, пожалуйста, и у нас уже есть звонок, насколько я понимаю. Да, тогда, пожалуйста, я единственное напомню, что сегодня у нас на связи Константин Боровой, политик, бизнесмен и ныне свободный человек, как я уже сказал. Добрый день, слушаем вас. Слушаем вас в эфире, здравствуйте. Вы в эфире, слушаем вас. Пожалуйста. Мы вас слушаем в эфире, здравствуйте, у нас еще звонок. Слушаем вас в эфире. Здесь у нас тоже, похоже, радиослушатель отошел, поэтому можем продолжить и после этого примем звонки. Продолжим. Ну, будем считать, что это мелкое недоразумение, а не какая-то диверсия направлена на представительство. На диверсию было не... Вот у нас есть звонок, наверное, он вернулся. Ну, хорошо, давайте попробуем. Слушаем вас в эфире, здравствуйте. 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 Уважаемый гость, у меня как бы два вопроса. Вот какую роль на политическом небоскронии России играет Ксения Собчак? И второй вопрос, как вы считаете, что должна делать реальная оппозиция по отношению к Навальному, чтобы его как бы обезвредить и остаться без его влияния? Хорошие вопросы. Значит, Ксения Собчак. Во-первых, очень милая, хорошая девушка, я с ней знаком, хулиганка. Она вела молодежную программу, конечно, там, о сексе. Я помню, это в советские времена Ханга впервые начала вести эти передачи о сексе. Молодежь просто прилипала к телевизору. Вот. Она пользуется популярностью молодежи. Вот. Эту популярность, она ведущая, она шоумен, она предлагает власти. мы с вами не возмущаемся тому, что певцы известные, в том числе иногда таких нормальных взглядов демократических, поддерживают те или иные политические движения, выступают на политических митингах. Ну, ну, и она так вот. Ее наняли, она нужна была для избирательной кампании, нужен был представитель либеральной общественности, человек, который высказывал бы либеральный взгляд, ну, в российском понимании, не в американском. Либеральный в американском смысле, там, все, 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 даже Путин либерал. Значит, либеральный, тут сейчас было же ведь недоразумение очень смешное, когда Путин сказал, что либерализм умер, а Трамп его поддержал. Имея, в чем они имели в виду прямо противоположные вещи. Вот, это очень смешно было. Вот, так что, ну, наняли, она очень хорошие слова произносила, как должна быть устроена либеральная экономика, политическая система. Вот, немного играла в поддавки, чтобы, не дай бог, не слишком много было у нее сторонников. Прилетала в Соединенные Штаты, огромный бюджет был, ей Кремль выделил. Вот, она влиятельный политик. Что должна делать, нет, ну, она не политика, она шоумен. Тут надо, так сказать, шоумен, которую можно нанять для ведения передачи, там, причем, ну, дорогой очень шоумен, насколько я знаю, ее пытались взять на работу на телевидении, там, независимое. И у них просто денег столько нет платить, Ксения, у Кремля есть. Вот, и что должна делать оппозиция, значит, с Навальным, а ничего не нужно делать. Когда у него есть деньги, у него появляется влияние. В общем, в России более-менее понятно, люди понимают, они услышали то, что мы говорим о националистах, о левых взглядах, о популистах. У него появляются деньги, он ведет пропагандистскую кампанию, причем в его поддержку ведется пропагандистская кампания и официально, это называется негативное позиционирование. Вот какой он гад, я помню, это было основной установкой, еще при жизни Немцова, между прочим, какой гад этот Алексей Навальный, который является лидером российской оппозиции. Но поверите, он никаким лидером не был тогда, и даже намека на это не было. И мы это обсуждали там с Борей, я с Немцовым, я говорю, Борь, ну ты можешь быть лидером там в какой-то, в каком-то смысле, но не Навальный там националист, он говорит, отстань, лидер, так лидер, ну какая разница, он к этому относился очень спокойно. Вот. То же самое, кстати говоря, с Сергеем Мудольцовым, который тоже пытался быть лидером какой-то части оппозиции, в том числе и либераль. И очень цинично по этому поводу говорил, что если нам удается на наши митинги собрать не только коммунистов радикальных из Левого фронта, но и либералов, ну хорошо, они нам нужны, ну все как в свое время, там Ленин, большевики, они же ведь пользовались услугами либеральной общественности в современном смысле. Вот. А потом всех посадили, расстреляли, соловки заполнили всеми теми, кто поддерживал их. Это так. Вот о чем бы еще хотелось спросить. Ну уже отрываясь от только российских реалий, переходя на отношения России с миром и в частности с Соединенными Штатами. Ну отношения эти в постсоветский период они претерпевали кое-какие изменения, мы свидетели того, но и то, что сейчас происходит, мы тоже видим. И вот интересная вещь, вот в том числе вот наблюдал я, когда, допустим, только президент Трамп пришел, ну, вот вы в частности тоже особого, по-моему, энтузиазма не испытывали, хотя потом, ну, как говорится, учитывая глубину ваших познаний и отношения к реальному, вы где-то скорректировали свою точку зрения и увидели тот позитив, возможно, в том числе, который он принес своим приходом. Вот, но одновременно большая часть либералов в России только за то, что произносится фамилия Трамп именно в положительном смысле, тут же делает из человека свою, ну, объявляет его своим недругом и не воспринимает, то есть, объявляет то, что человек этот, значит, ну, элементарно недемократических каких-то взглядов и так далее, и так далее. Вот, что вы можете на этот счет сказать? Ну, исторически так сложилось последние годы. Соединенные Штаты поддерживали какие-то демократические движения, и это все организовано было через фонды демократической партии. Наверное, это правильно. И когда возникла ситуация, вот, пропагандистская на самом деле ситуация, очень похожая, кстати говоря, на пропаганду, которая ведется в России, когда Нью-Йорк Таймс, Вашингтон-Пост, Си-Эн-Эн, значит, ведут откровенную травлю президента оппозиционного демократа. Вот. Значит, ну, вот эти люди, они независимые. Там, особенно, плюс, это, так сказать, какие-то фонды Сороса. К сожалению, от них требовали, и я это знаю, от них требовали четкую позицию в поддержку демократической партии. Но они ее демонстрировали от этого семинары, совещания, форумы, которые финансируются демократической партии для российской оппозиции, ну, это большие деньги. то есть опять деньги все-таки стоят, а не какой-то объективный взгляд на вещи, потому что, допустим, ну, как вы видите, по ряду вопросов приход Трампа изменил многое в Америке, и в том числе в экономике, что очень важно. Последнее заявление, скажем, Андрея Пятковского, если вы помните, за несколько дней до публикации доклада Мюллеров, было все. Все. Через три дня доклад будет опубликован наших. Так и писал больше в Конгрессе импичмент. Судить будем этого Трампа. Вот. Причем, ну, там неважно было, какие там он совершил преступления, ошибки, промахи. Будем судить. Вот. И вопрос решенный. Ну, вы же видите, как все это обернулось. О, да. Комиссия там, Мюллера так четко, фактически сказала, что никаких доказательств нету. Вот. А есть такая, знаете, логический парадокс, что доказать, что чего-то нету, невозможно. можно доказать, найти свидетельство того, что есть. Доказать логически, что там Бога нету, нельзя. Потому что... А это, кстати, используется в дискуссиях постоянно оппонентами. можно опровергать тезисы в пользу того, что там Трамп преступник, вот, но Трампу доказать, что он невозможно, логически. У нас как... Извините, появился. А, все. Хорошо тут. Нет, у нас опять есть звонок. Опять есть звонок. Если вы хотите перезвонить, то перезвоните. Мы примем звонок. Игорь, у нас есть, у нас есть звонок опять, да. Хорошо, давайте попробуем. Слушаем вас в эфире. Здравствуйте. У меня к вашему гостю один короткий вопрос. Вы допускаете приход власти честного и порядочного человека. И когда это может произойти? Ответ очень простой. Нет, не допускаю. В России смена власти невозможна. Сегодня так устроена эта пирамиду власти, что большое число людей вот этого ближайшего окружения Путина, они так сильно зависят от стабильности, от существования Путина, так много потеряют, если это изменится, что они будут сражаться до последнего. Они будут убивать, если надо будет. Что вы хотите? Созданы огромные силовые новые структуры, там, Росгвардия, там, все эти ОМОНы, которые усилены десяти-сто кратно и численно превосходят уже все, что было в Советском Союзе. они будут сражаться до последнего и власть не уступят, потому что они это хорошо понимают, количество преступлений совершенных так велико формально, формальных преступлений, что новые люди просто с этого начнут, они начнут отнимать деньги, у них, у их семей распределены. Да, и судить их за совершенные преступления. Так, у нас еще вроде звонок, попробуем принять, добрый день, слушаем вас. Слушаем вас в эфире. Здравствуйте, я хотела позадать вопрос, вот допустим, ну, случилось такое, что-то там произошло, Путин как бы ушел, как вот на взгляд Константин Натанович, кто мог бы, ну, так сказать, исправить все в России, то есть, есть ли такой человек, на его взгляд, сейчас, вот, кто мог бы помочь России стать на правильный путь. Спасибо, я послушаю вас по радио. Пожалуйста. Ну, это вот то, о чем вы говорили только что в радио, практически. Да, да, значит, это невозможно. Значит, и две причины, первая причина, это окружение Путина, который не может допустить изменения системы, и вторая причина, к сожалению, это отравленное сознание большинства граждан России, которые, будь на то воля, так сказать, божья, свободные выборы в России, они выберут такого же Путина, такого же урода, который будет им морочить голову по поводу, там, патриотизма, Крыма, Сирии, там, вчера сделал заявление кто-то из вице-спикеров думы, что передайте грузинам, мы не вернем ни Абхазию, ни Южную Осетию. О, Боже. Толстой сказал, да, значит, ну, раньше хоть скрывали это, понимаете, что это принадлежит России, а теперь уже все так цинично, это наша территория, наше завоевание, вот, русской земли, мы понимаем. Да, и слава Богу, что это стало очевидным, потому что экономическое состояние Абхазии, экономическое состояние Южной Осетии катастрофическое, и несет за это ответственность Россия, это тут была целая серия фотографий нынешней Абхазии, значит, заржавевшие электрички, разрушенные вокзалы, то есть, ну, вот, ну, как говорится, за что боролись, да? Да, был такой фильм, значит, человечество исчезает, и что будет с землей через там 10 лет, 100 лет, 300 лет, 1000 лет, ну, вот, оно там где-то на уровне там 30 лет, то есть, все, все рушится и распадается на составные элементы. Да, у нас есть звонки еще, Володь? Да, еще звоночек, мы слушаем вас в эфире. Да, добрый день. Добрый день. А вам вопрос, Константин, Натанович, Конгрессу был доложен на разведданные по Путину и его окружению, по их деньгам, но прошла информация, что никаких претензий и санкций по этому вопросу предъявляться не будет, по причине того, что это нарушит некоторые сферы бизнеса, как, по примеру, Дерипаский. Но разве Путин бизнесмен и разве его окружение бизнесмены, там бизнесменов на пальцах одной руке, а остальные все чиновники, силовики разных сфер и так далее. Как ваше мнение на этот счет? Какие-то, возможно, другие причины, почему не будут применять санкции? Меня вот этот вопрос смущает. Как ваше мнение? Спасибо. Ну, понимаете, при таком поверхностном, быстром взгляде на вещи, кажется, что это было бы правильно просто заставить Путина вернуть деньги или заморозить их, или нанести ему ущерб. То есть адекватный ответ не бомбежки, вот как было вчера в Эдлибе 500 человек бомбили госпитали, бомбили детей, ну, просто ужас, раненых там больше тысяч человек. Ну, ответить, заставить ответить хотя бы деньгами. Вот. Ну, на самом деле это, видимо, не очень эффективный инструмент воздействия. Я думаю, что эксперты высокого уровня оценивают разные возможности воздействия на Россию. Понимаете, сегодня главный враг России это Кремль, сама Россия. Вот эти решения, которые они принимают, они наносят такой ущерб, колоссальный ущерб экономике, политической системе, доверию. То есть вот эта система ГЛОНАСС глобального позиционирования, аналог американской системы. Вроде делали, делали, все. Несколько дней назад пришли к выводу, что поддерживать ее функционирование невозможно, потому что изоляция, потому что нет микросхем. Ладно, ГЛОНАСС, уже поддерживать какие-то деятельности спецслужб, ФСБ, КГБ, у них современные компьютеры, они уже опять переходят на доносы на бумажках. Да, это вам не просто закапывать, это да. Да, да, да. Значит, технологическое отставание и вот эта вот изоляция России возвращает ее, в общем, в каменный век. ну, наворовал, ну, где-то на Западе эти ресурсы существуют, ну, черт с ними, все равно к ним доступ контролируется, он виден. И когда делаются попытки использовать это для каких-то милитаристских целей, ну, это просто виднее. Сейчас ведь несколько шпионских сетей в Соединенных Штатах было ликвидировано, которые пытались вывозить современную технологию, микросхемы, там, которые пытались отмывать деньги здесь. Вот. Ну, мне кажется, что логика властей Соединенных Штатов здесь такая. Пусть будет, а мы будем наблюдать, на что они тратят, да. Вот в тот момент, когда начнется сворачивание этого режима, мы их заморозим, как было с Каддафи. Понимаете, там, когда он начал бомбежки городов, когда он начал просто откровенные преступления против человечности, Путин, правда, надо честно сказать, он уже начал, уже этот и Боинг сбит, уже и в Сирии, и в Украине, и там, где только не совершаются эти массовые преступления против человечности. Вот. Ну, видимо, в какой-то момент, когда нужно будет помочь народу России вернуться в состояние демократического общества, я думаю, нам всем сообщат, но слушатели, я хочу напомнить, что там речь шла не о блокировании средств, речь шла в указе президента и в законе, речь шла о том, что спецслужбы должны диагностировать эти ресурсы и следить за ними. Вот. Что они, наверное, делают, будем надеяться. Да, ну, у нас, к сожалению, осталась буквально минута, поэтому о больших перспективах будущей американо-российской дружбы мы поговорим, наверное, в следующий раз. На каких основах эта дружба может вдруг возникнуть опять. Ну, а сегодня остается разве что нам поблагодарить за то, что вы были с нами. Это час. Еще раз я хочу напомнить нашим слушателям, что заходите на ТВ-клуб Континент, вы можете послушать нашу несколько дней назад разговор с Константином. Да, у нас был разговор не такой специфический, политический, ориентированный на политические партии. Был общий такой взгляд. Был общий, ну, вот, и заодно очень, опять же, рекомендую посетить подкаст Константина Борового, где высказывания на самые разные вопросы, которые за один эфир, к сожалению, мы объять не можем. Это и Украина, это и Грузия, это я имею в виду помимо России. И там вы много интересного услышите, ну, и задавайте ему вопросы, этот человек всегда отвечает на них. Спасибо еще раз вам. Спасибо, Игорь. 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 Продолжение следует...